С юга западного Китая города Чинду в областную столицу. В пути 18 дней. Это в 2-3 раза быстрее, чем, к примеру, по воздуху. На станцию Ульяновск-3 прибыл контейнерный поезд. Внутри сырье, оборудование для региональных предприятий. И все по себестоимости. В роли оператора выступила портовая особая экономическая зона. Сейчас у нас определена средняя стоимость доставки груза. Это порядка 8 тысяч долларов. Она ежемесячно будет меняться. Это зависит от китайской стороны, потому что китайская сторона ежемесячно меняет тарифы. Поэтому мы для наших предприятий и организаций обеспечим именно дешевую логистику. Хочу сказать, что предыдущие поставки, они где-то на процентов 30-40 дороже, чем эта поставка, которую мы сейчас осуществляем. На железнодорожной станции работает логистический хаб. Он выполняет функцию перегрузочного и сортировочного центра. Плюс здесь груз проходит таможенный контроль. На это требуется не больше суток. После распределения по заводам и организациям. Ульяновская область, одной из первых среди регионов ПФО, смогла в кратчайшие сроки разработать и запустить прямой маршрут из Китая. Поручение настроить логистику дал губернатор Алексей Русских. Этот проект в силу того, что и положение нашего города, и, собственно говоря, этого инфраструктуры, это является достаточно выигрышным. Поэтому мы разгружаем, прежде всего, логистические мощности центра нашей России. И, соответственно, предприятия могут, не доставляя до Москвы, свои грузы. В будущем к проекту планируют подключить все предприятия в Центральном федеральном округе. Рейсы из Китая регулярные. Это исключает риск нехватки сырья. Пока первый в этом месяце поезд разгружают, второй в городе Забайкальск. Третий выйдет в путь 25 июля. В идеале станция будет принимать от 6 до 10 составов. Когда маршрут раскатают, руководство портовой экономической зоны выйдет с просьбой о строительстве альтернативного логистического хаба уже на своей территории.